Здравствуйте! Это программа Божья Роса на канале Insider Life. Меня зовут Владимир Роминский и моя ведущая Залина Маршинкулова. Здравствуйте! Наша программа должна в неком смысле сеять позитив в человеческих сердцах и душах. Сейчас для радости никакого, мне кажется, места нет. Правда, очень тяжело, больно и печально. Я вообще предлагал этот выпуск, его запись отложить, но у Залины другая позиция. И она меня уговорила, что мы все-таки должны, наверное, с нашим зрителем говорить и в это очень сложное, горькое время. И начать мы, наверное, должны и хотим с Алексея Навального. И, наверное, говорить будем о том, насколько это был жизнерадостный, неунывающий человек с изумительным чувством юмора. Я в последние дни разбирал фотографии, вот те снимки с Навальным, с процессов, с каких-то миллиардов судов, на которые я ходил и где участвовал Алексей. Он везде на моих фотографиях улыбается. Я нашла один очень забавный снимок, где в зале заседаний за его спиной стоит огромный такой, с широкой кости пристав, просто, мне кажется, символизирующий всю российскую систему и власть, и при этом Навальный на его фоне тоже готовы всегда улыбнуться и своим позитивом поделиться. Из тех сообщений, которые Навальный нам присылал, находясь уже во время заключения, мне больше всего понравилось, как он сравнивает свой день со звездными войнами и говорит о том, что у него во время его распорядка дня и вообще вот в заключении есть такой момент, последнее упражнение зарядки. Теперь это последнее упражнение зарядки с моей подачей, я цитирую, Навального. В отряде называют «Империя наносит ответный удар». Репродуктор на столбе командует «Марш на месте, исходное положение руки на поясе. Приготовьтесь, с левой ноги, раз, два, три, четыре». И мужчины в черном, с белыми лицами маршируют на месте, грохоча с сапогами. В этот момент я представляю себе, что снимаюсь в русском ремейке «Звездных войн», где вместо имперских штурмовиков зэки в бушлатах и шапках-ушанках, у них в зубах сигареты, вместо лазерных-финтовых железные ломы. Отстаивая интерес императора, космос зэки путешествуют с планеты на планету, подавляя мятежников, но где бы они ни были ровно, в 6.05 они слушают гимн, а в 6.10 делают зарядку, а в 6.30 раскладывают кашу по своим металлическим мискам и разваливают по металлическим, разливают по металлическим кружкам сладкий чай. Да пребудет с вами сила, а писал тогда Навальный. Да, Навального абсолютно потрясающее жизнелюбие, и именно поэтому, как мне кажется, здесь хочу добавить от себя, почему я уговорила Владимира делать эту передачу, потому что, во-первых, Навальный завещал нам не сдаваться, во-вторых, не унывать, в-третьих, действительно уныние по Навальному — это самый страшный грех, и абсолютно удивительно, просто невероятно, насколько этот человек умудрялся не унывать, даже будучи в ШИЗО, даже будучи в тюрьме, даже будучи в таких обстоятельствах. Если вот мне очень запомнилось последнее его заседание суда перед смертью, где он улыбается и смеётся, и я специально запомнила, что он там говорит, и он говорит судье, что у меня деньги заканчиваются на карте, может быть, типа вы мне со своей гигантской зарплаты немножко там, ну, что-то перекинете, вот. И все улыбаются в суде, собственно, то есть он умудрялся ещё там этих всех работников пыточной системы повеселить. Но больше всего, конечно же, мне нравится и нравилось, и будет нравиться, как он троллил систему. Боже, это просто шедевр, вы должны это вспомнить. Вот Медуза сделала подборку даже об этом. Моё любимое — это то, как он написал, что у него совершенно нечего делать там, естественно, в тюрьме. И он пишет всякие различные просьбы к надзирателям, то он просит завести себе майского жука, типа жалуется, почему мне отказывают в хранении майского жука. Ему пишут ответ, потому что это не животное, а насекомое. Потом он попросил завести ему кенгуру. Также всё письменно, официозно, всё в письмах. Ему также ответили, что нет, а то, типа, не положено такое животное. Вот. А также он просил нунчаки. То есть там есть целый список вещей, которые он пока троллил, требовал администрации тюремной. Потом он требовал нунчаки, потом костюм кимоно. Он требовал ещё. То есть Навальный был просто невероятный тролль. И я думаю, мы должны это осознавать и проговорить сейчас, что самое лучшее оружие против системы, против этой чёртовой, это не бояться, но лучше всего страх побеждает смех, любовь и смех. И Навальный это знал, и поэтому он всегда высмеивал абсурдность этой системы, высмеивал этих судей, этих всех надзирателей, этих там вертухаев и так далее. И те, те его ряд этих писем, где он то нунчаки требует, то кимоно, то кенгуру, то ещё что-то такое. И очень показывает то, что он не был сломлен, он не давал себя сломить, он продолжал троллить и смеяться. И я считаю, что мы должны тоже продолжать делать так же, потому что если над ужасом не переставать смеяться, этот ужас становится не таким уж ужасом. И я думаю, в этом весь смысл, потому что они хотят, чтобы мы замолкли, чтобы мы оцепенели, чтобы мы сидели вот так в ужасе и в трепете. Но мы не должны забывать, что эти чудовища на самом деле жалкие тараканы. Таракана, кстати, он тоже просил завести, но себе в камере содержать такое животное, как таракан, хочу, но и в этом ему было тоже отказано. Слушай, Навальный действительно, даже в самых каких-то сложных и непростых ситуациях, которые угрожали, непосредственно в том числе ему находил возможность посмеяться, правда улыбнуться и найти какой-то поворот. Мне очень понравилось, что в самом начале, после заключения, когда у него были серьезные проблемы со здоровьем, болела спина, потом, мы знаем, осложнение пошло в ногу, он, как он, рассуждал на эту тему, что, ну, вот теперь уже теряют чувствительность целые участки ноги. Если обобрешься на правую ногу, просто упадешь. Это немного расстраивается. Последнее время я все-таки привык к своей правой ноге, не хотелось бы с ней расставаться. С другой стороны, если жизнь дала лимон и делай из них лимонад, я уже представляю, как буду ходить по зоне со стильной тростью, внутри которой, конечно, спрячу острый клинок, а может с костылем. Его я смогу легко кидать, превратив в смертельное оружие. Но идеально это деревянная нога. Вы помните мою метафору про тюрьму, мол, космическое путешествие? Так вот, в этом случае я стану космическим пиратом на деревянной ноге. Я смогу разговаривать фразами из острова сокровищ, вроде «они боялись Пью», «другие боялись Билли Бонс», «а меня, меня боялся сам Флинн». Согласитесь, это будет круто. Оставайтесь здоровыми. Да, и он сразу придумал. Если судьба лишила тебя ноги, начинай мечтать, как ты сделаешь из неё оружие массового поражения, из этой обесточенной ноги. Это чисто Навальный, да, никогда не сдавался, и мы тоже не будем сдаваться. Так что все, пожалуйста, держитесь. Будем требовать, соблюдать наше право завести в тюрьме таракана. Но Навальный, кстати, говорил, может быть, даже обращаясь и к тебе, Залина, что тюрьма помогла ему понять феминисток. Знаешь, каким образом? Да, знаю. Давай вспомним это обязательно. Я люблю эту историю. Навального вызвали, сказали, вы у нас уже так долго, пора вас привлекать к трудовой деятельности. Не гоже вам сидеть без работы. Ну и предложили ряд вакансий и отправили его в швейную промзону. И во всех документах написали, что Навальный швейя. А он говорит, ну, поставьте, швейя, ну, она женщина. А как будет швейя мужчина? И вот здесь, конечно, возникли проблемы, поскольку швейя мужчины просто как бы и нет такого слова в русском языке. Ну, в общем, и Навальный говорит, что сам посмеивался, ну, над всеми теми, кто хотел быть авторками, блогерками. Мол, почему вам по-другому-то не нравится? А теперь говорит, все-таки меняю свою позицию. И вот тоже этот пример тюремный научил его, наверное, и он об этом говорит. поддерживать право каждого высказываться так, как он хочет, и называться так, как он хочет. В конце концов, язык для этого и существует, и он должен развиваться в соответствии с запросами общества. Тоже такой момент. Да, вот видишь, как говорится, феминитивы настолько нужны даже в тюрьме. Ну, а теперь пойдем к другим новостям, хотя про Навального, я думаю, я еще вспомню. Изумительные новости к нам приходят из Калининградской области. Глава региона провел важнейшее исследование, аналитическое, и он выяснил, в чем причина спецоперации в Украине. Кто виноват? Знаешь, кто? Виноват. Да. Иммануил Кант. Философ Иммануил Кант имеет прямое отношение к конфликту на территории Украины, так считает Антон Алиханов. Что он говорит? Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Более того, он имеет прямое отношение к военному конфликту в Украине. Как тебе такое, Золиночка? Я не удивлена. Я не удивлена, потому что, опять же, вот случай был у нас на Брейкен Мэтт. Мы на Брейкен Мэтт следим за развитием ситуации вокруг Канта. И у нас была не одна дискуссия именно о Канте, который закончился по нанжовщиной, резнёй и уголовными делами. Такие истории уже случались. Случалась также история, когда из-за царя-батюшки и Николая школьники подрались. Такое мы совсем недавно тоже обозревали. Понимаешь, мы... Понимаешь, люди у нас... Просто как Канта, философа, который говорил о моральном законе внутри и звёздном небе над головой, который выступал всегда против войн. Как его можно было приплести к этому? Кант положил начало, это вот говорит глава региона, немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав её от внешних ценностей. В результате появилась такая социокультурная ситуация. Запад с давних времён нарушал все договорённости, которые были достигнуты. Когда постоянно живёшь и работаешь в Калининградской области, невозможно не задуматься о мировой политике и международных отношениях, уточнил губернатор. Ты знаешь, меня ещё радует, что он это всё сказал на съезде политологов. Это тоже как бы особо примечательно. Это он политологам решил рассказать, что Кант виноват. То есть он говорит, волю такую Кант воспитал, понимаешь? Мы ответим этому губернатору. Кант что говорил про волю в основах метафизики нравственности? Он определял волю так. Практически разум, то есть воля, есть способность выбирать только то, что разум независимо от склонности признаёт практически необходимым, то есть добрым. Воля здесь фактически, дорогой губернатор Калининградской области у Канта, приравнена к добру. Как можно, вот воспитав такую волю и говоря о такой воле, который должен управлять моральный закон, и он не может вывести никуда, кроме как к добру, именно это является высшей волей? Как это может привести к убийству сотен тысяч человек в Украине? Губернатор ты Калининградской области. А там у Канта не написано, кто в подъезде настал? Случайно нет какой-то... Случайно нет какой-то императивный подъезд. Губернатор, может, тоже так думает. Я думаю, ну слава богу, что хоть не Кант настал в подъезде, потому что они бы и такое, мне кажется, могли бы заметить. Я ничему не удивляюсь, понимаешь, ведь Кант, он в войне в Украине виноват, а кто виноват в смерти Навального? Вам отвечает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. В своем телеграме он написал, что в смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель, то бишь коллективный запад. В российской тюрьме Навального убил кто? Верно, коллективный запад. И особенно Вячеслав Володин подчеркнул, что в смерти Навального виноваты все от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского. Зеленский, кстати, тоже виноват. Это они все убили Навального, оказывается. Вячеслав Володин пролил свет. Загадка дыры разгадана. Загадка дыры. Сволочи. Как говорится, как бы сказал Каневский, обвинять Путина, конечно же, никто не будет. Здесь такой мем. Мы найдем виноватых в этой войне. А никто искать виноватых, конечно же, не собирался. Единственное, что в истории с Кантом меня радует, то, что неравнодушные жители Калининграда, которые любят философа и к нему относятся с трепетом в отличие от поставленного там главы региона, они выходили с пикетами и Канта все-таки защитили. Золиночка, какой бы вид спорта ты бы выбрала участвовать и в спартакиаде? Я, как создательница Breaking Mad, которая следит за разными праздниками огурца, праздник топора, праздник теплого носка также в России проходит, а вы, возможно, даже не знаете про эти праздники, а я знаю. есть даже праздник. Спартакиады это другое, там виды спорта. Не, 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 подожди, это не спартакиады, это день огурца, это другое. Мы русские люди, но ничего заграничного нам не нужно, свои спартакиады, заморские слова какие-то. Так вот, ну, больше всего мне, наверное, нравится спорт по поеданию пельменей, кстати говоря, есть такой еще спорт. И не один человек, кстати, умер во время... Понятно, ты бы ела пельмени на спартакиаде, а что бы на спартакиаде делала бы Саша Грей, как ты думаешь? Что бы делала Саша Грей? Читала стихи? Возможно, возможно. Не, ну, Саша Грей в прошлом известнейшая порноактриса, она от этого бизнеса уже давным-давно отошла. Почему спрашиваю? Ведь именно Саша Грей стала лицом зимней спартакиады «Уральская метелица 2024». Все это в Челябинской области. Именно лицо так хорошо, может быть, знакомое многим российским мужчинам оказалось на прекрасном баннере. Но это заметили, собственно, сами жители села Агаповка, где это чудо и появилось, и начали жаловаться. Провели сразу целое расследование, не смогли, по-моему, докопаться до того, кто несет ответственность за Сашу Грей, но прикол в том, что на следующее утро лицо Саши Грей исчезло. Неизвестные выломали вот одну из досок с этого баннера, именно с очаровательной мордашкой и куда-то унесли. Правда, некоторые считают, что таким образом ошибку решила загладить сама администрация Агаповки. Мол, они-то и отломали. Погоди, так там же весь абсурд ситуации в том, что они сначала испугались, узнали, что, оказывается, они на место Снегурочки поставили лицо Саши Грей, узнали, кто это, решили заменить. Но оказалось, да, лицо, что они заменили на лицо украинской модели и пришлось вообще все демонтировать. Тут же как бы двойная драма. Здесь интересно то, что это называется «Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет». Это вот прям иллюстрация этой поговорки произошла в виде этой новости. Заменяли одно лицо на другое лицо и все равно заменили не на то лицо, на украинскую модель. Пришлось вообще нахрен выломать всю конструкцию, сломать. Это, конечно, просто одна из самых, наверное, абсурдных новостей за последнее время, мне кажется, которые у нас были. Ну, а чем Саша Грейта их обидела с другой стороны? Нет, я понимаю, жители Агаповки, которые говорят, ну, лучше бы вот свою русскую красавицу нашли. У нас, наверное, тоже есть, так сказать, женщины в русских деревнях в Агаповке наверняка. Но Саша Грейта, она на самом деле вот вспомнена еще совсем недавно в 2013 году ездила по России и встречали ее везде, как суперзвезду. На Ладе. Автопробег был с Ладой Калиной, что ли, какой-то Ладой. А, и она вот тогда русский автопром поднимала. Да, типа, это был автопробег, да, на отечественных автомобилях. Да. Вот сейчас Саша Грейт уже в роли Снегурочки изображать нельзя, что жаль. Да, потому что раньше мы праздновали День Святого Валентина, а теперь мы празднуем только День Святого Вазелина. Домашние заготовки от Золины Маршинкуловой. Ну ладно, ладно, так уж и быть, раз мы пришли к другим новостям. Что пишет в своем... Василину. Что пишет... Я вот к политологии хотела бы перейти в своем телеграм-канале Екатерина Михайловна Шульман. Продолжаем встречать праздники весны, красоты и гендерной инклюзивности. Это что такое гендерная инклюзивность? Ну, это когда... Это когда все гендеры не дискриминируются и представлены. И не невидимы. Вот так. Да я думал, это не 8 марта, она так называется, 23 февраля, день праздники гендерной инклюзивности. Это не тот праздник, это не праздник гендерной инклюзивности. 8 марта это день, который празднуют победу женщин за их женские права. Это другое совсем. Ну, короче, Шульман пишет, что в сети Литуаль, вот на этом фоне, запретили консультантным мужчинам пользоваться макияжем. Последние бьюти-тренды, Екатерина Михайловна формулировать умеет, мужским продавцам сети Литуаль рекомендуется быть скромнее в своем внешнем облике и использовать более натуральные цвета в макияже, дабы не наводить клиентов на мысли грешные. Зачем эти подверженные искушениям клиенты вообще забрели в магазин косметики вместо того, чтобы посетить богадельну, остается неясным, что им там понадобилось. Уж не размышляют ли они о смене пола, пишет Екатерина Михайловна. Шульман ей подписчики прислали собственно вот эти вот документы, подтверждающие, что в Литуале теперь мужчинам-консультантам краситься нельзя. но опять же Литуале уже отличился, гривы закрашивали радужным единорогом. Ужас. Кстати, вот последние тоже новости. Вечеринку My Little Pony сорвали сотрудники слабых ведомств. Тоже потому, что а мало ли вы там что за ЛГБТ пропагандируете. Это что такое с маленьким пони вы собираетесь сделать. И грива у него не радужная ли. Это нужно разобраться. Здесь без силовиков конечно же не обойдется. Я думаю Навальный бы попросил разрешить ему содержать такое животное как пони в такой ситуации. Радужного единорожка? Да, кенгуру он уже просил, но может быть пони в этот раз. Праздник Святого Валентина отметили и никакие фанаты Владимира Путина в Татарстане. Они провели пробег «Мы любим Путина». Ровно вот это они написали по букве на крыше каждой машины и проехали. Но вот тоже не очень этого понимаю. «Путина» 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 когда тебя заставляют что-то делать. Будем теперь так называть любой день в России, когда тебя заставляют голосовать за Путина, делать автопробеги в поддержку Путина, ставить галочку, не знаю, идти умирать за Путина. Хотя нет, извиняюсь, это все без вазелина застолья делать. Так вот, здесь мне очень понравилось, как эту историю комментировал известный блогер Сталин Гулаг. Он говорит, что здесь нарушение сразу нескольких законов, но поглядите, нравственных и государственных от импортных автомобилей до прославления содомского бога Валентина. А если не приведи Лупа Бастрыкина, выяснится, что в автопробеге участвовали мужчины, то какие бездны экстремизма разверзнутся, что многим участникам эпохальной голой вечеринки Ивлеевой еще и позавидуют. Это кто участвовал в автопробеге «Мы любим...» Это кто решил сказать, что он любит Путина? Там были мужики среди них? Мужики любят Путина, а он у нас как бы что, не мужик? Это что за мужская любовь у нас нарисовывается? Понимаю Сталин Гулага. Понимаешь, что что не любовь, пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации? Ничего не могу с этим поделать. Ну, Залин, нет, нет, иногда любовь, она бывает и вообще скрепная, но тем не менее тоже противозаконная. Если говорим про 14 февраля, то очень интересная ситуация произошла именно в этот день. Российская пара устроила битву за краденые семечки и разбила шампанское о голову продавца. Издание Фонтанка отличается своим слогом, и здесь я тоже себе позволю цитату, поскольку уж слишком сладко написано. Молодой человек решил вынести семечки из магазина на Софийской, но встретил активное сопротивление. Пойманному на воровстве пришлось вступить в бой. Патроны подавала 19-летняя подружка. Подробности 14 февраля рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. И вот они. Накануне вечером сотрудники супермаркета на Софийской нажали тревожную кнопку. Приехавшие сотрудники вне ведомственной охраны сдержали парочку, которая пыталась похитить упаковку семечек. Сработало. Антикражная система работник магазина догнал посетителя и стал отнимать у него товар. На улице между ними связалась драка. На помощь бойфренду подоспела 19-летняя подруга, которая разбила о голову работника бутылку шампанского. Последний был госпитализирован с травмой головы и порезами рук. Ну, совершившего кражу, его девушку отправили в полицию. Задержанный мужчина, к слову, уже был судим за подобное, привлекался он также и за наркотики. Бонни, Ленобласти. Битва за семечки. Знаешь, типа ваши 14 февраля свечи, ужин. Ожидание, реальность. Драка за семечки и бутылка шампанского летит в голову продавца. за семечки. Ну, на Брэкенме это много таких историй, но одна из моих самых любимых все еще про то, как мужик украл гуся и катался с ним на машине. Все равно, пока эту историю никто не тоже непосредственно связано с как-то 14 февраля в твоем мире. Праздник он напился и поехал с гусем кататься. Все еще самая лучшая история любви, как по мне. Если заканчивать тему 14 февраля, то есть и такое сообщение от российской эфемиды, которая, как известно, почему-то с незавязанными глазами. Верховный суд разрешил не возвращать дорогие подарки бывшим после расставания. Залину тебя требовали? Бывало такое, что подарки твои бывшие? А что они там могли меня потребовать? 20 рублей на маршрутку назад вернуть за маршрутку или за семечки. Типа, честно говоря, нет, ничего не требовали, потому что не помню, чтобы они мне что-то особо дарили, так что... Айфонов тебе не дарили? Мне айфон подарили однажды, но на работе. А когда ты с работы ушла, потребовали его назад? Нет, не потребовали. Так что не, мужики мне... А, нет, ну вру, вот этот макбук, ладно, мне подарил мой муж, ладно, но мы пока... Он все еще не бывший. Я поняла, проблема в том, что у меня бывших пока нет. Меня просто еще радует, что вот есть ведь человек, который, понимаешь, дошел до Верховного суда. И теперь мы этого героя знаем даже по имени Алексея Мангушев. В свои претензии он требовал от бывшей девушки вернуть ему подаренный айфон 12 про макс. Человек, видишь, не жадина. Не просто айфон, а 12 про макс. А также... Снимаю шляпу. Или здесь уместнее сказать снимаю трусы, а не шляпу. Да. А также он требовал возместить... Снимаю трусы. А также просил возместить почти полмиллиона рублей в счет ремонта, который он сделал в квартире девушки. Судился два года, дошел до Верховного суда, но иск его отклонили. То есть он еще и вот на всех этих судах, ты понимаешь, сколько он денег потратил, времени потратил. Но ни айфон не вернулся к нему, ни те полмиллиона, которые он якобы потратил на ремонт. К слову, необходимых документов о том, что вот деньги он такие потратил, к иску приложено документов не бодало, подтверждающих необходимость возместить расходы и уплаты его работы при ремонте квартиры. Как говорят... Как говорилось и говорится на Руси, скупой платит дважды. Вот он дважды и заплатил. Сначала за суд, а потом еще и проиграл этот суд. И зря подарки подарил. Поэтому дарите подарки, друзья, на которые вы не рассчитываете, что они вернутся. Если вы не хотите безвозмездно дарить, то лучше ничего не дарите. Лучше вот семечки подарите и устройте битву за них потом. Обязательно. С битьем бутылки шампанского. Ничего больше, кроме больше, чем дороже семечек, тогда лучше не дарите, если вам реально жалко. Да не будьте просто мелочными, и все. Нет, почему? Будьте, если хотите. Ну, семечки правда не жалко подарить, но уж я надеюсь. Хотя такому мужику, который до Верховного Суда дошел, честно говоря, не знаю, мне кажется, он бы и за семечки посудился. В Пермском крае прошли, состоялись, стартовали, я не знаю, как это. Прошли гонки на лопатах. Необычный вид спорта внедрили сотрудники горнолыжного курорта Губаха. Губаха. На лопате с горы Скатаха. Самое веселое событие на Пермском курорте Губаха совершилось. В гонках на лопатах приняли участие 70 человек. Об этом сообщается на официальной группе курорта в социальной сети. Не скажем какой, потому что она дурацкая. Это было круто, пишут люди в комментариях. Победители необычного состязания получили награды в виде золотых чего? Лопат. Правильно. И, кстати, вот отмечается, особенно, что этими золотыми лопатами очень удобно можно подавать блины. Ладно. А знаешь, что еще можно лопатами копать? Копать? Огород или яму? Я же думал, ты про могилы сейчас начнешь какие-то задвигать. А, нет, нет. Я, знаешь, по весеннему настроению сначала тоже думала могила, а потом вспомнила, что можно вскапывать огород еще с золотой лопатой. Я подумала, это будет выглядеть интересно. Я думаю, какие все соседи подачи? Ну. Для каждого пятого россиянина лопата может пригодиться для того, чтобы копать выгребную яму. ведь теплого туалета у него дома нет и в ближайшее время по всей видимости не появится. Ну и, опять же, лопата идеальный инструмент для того, чтобы с нее через забор кормить толпу оголодалых россиян. лопата это для русского человека очень символичная вообще штука. Помнишь, как всем городом искали лопату у сторожа, у него кто-то его украл? Ой, да, была такая история. И такая история была. В разгар снегопадов. В Воронеже раскрыли резонансное преступление, шокировшее весь город. У дворника украли лопату. Да, это тоже, знаешь, ожидание, реальность, ожидание, гражданское самосознание, реальность ищут лопату. Последнее. Здесь я даже не знаю, что добавить. Житель Казахстана из деревни на границе с Курганской областью устраивает дискотеки для домашних птиц. И это выглядит вот так. Это настолько великолепно, что мы с Владимиром даже не знаем, что сказать. Если, ну как если, у нас у всех была тяжелая неделя, особенно последние дни, тяжелый, я предлагаю всем посмотреть, как этот замечательный мужчина тоже не унывает по заветам нашего друга и делает дискотеки для курочек и гусей и для прочей домашней утвари. И это очень-очень мило и очень здорово. Обязательно посмотрите, там несколько видосиков об этом. Как говорится, сначала тикток, давай все искать, снимать подряд. И мудрено. Попробовал с собакой, собака веселая, поляшет, аж на поворотах ее закидывает, как будто хвост у нее от шеи растет. Я вам так скажу, жизнь очень коротка. Вот. И нужно радоваться каждой минуте, ни капли не унывать. Никогда не знаешь, когда закончится твой путь. Лучше проживать эту жизнь с улыбкой, на веселе, на позитиве. Ведь в конце остается только положительная. Так что, вот, всем желаю также не унывать и устраивать. Как говорил Алексей Навальный, если жизнь дала лимон и делай из них лимонад, а этот мужик, ему жизнь дала сидеть в старае с курицами, и он решил из старая сделать дискозал, дискотеку. И это круто. На этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Это были Владимир Роменский, прекрасная Залина Маршинкулова и программа «Божье расстраде». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Insider Life. До свидания. Чмок. Субтитры подогнал «Симон»